Вообще, конечно, законы – это вещь намного менее приятная, чем все эти наши философствования. Пофилософствовать всегда хорошо. Во-первых, это интеллектуальный простор, там ты в облаках витаешь, во-вторых, это ни к чему тебя не обязывает, да? А законы – это вещь, во-первых, они происходят из, то, что называется, в сферот качества гвура, и кроме того, тебя обязывает, да? Вот, поэтому, но именно сказано, что любящие Бога, они учат законы. Почему? Потому что человек, который реально хочет Всевышнего и исполнять его волю, то он как раз ищет не своего интеллектуального удовольствия, да? А смотреть, что нужно делать и как жить, и в конце концов, это и есть воля Всевышнего. Воля Всевышнего, проявившаяся здесь на земле. И поэтому мы попытаемся начать 7 законов на Иноах, насколько я могу. Я не думаю, что, ну, подробно все я старался переводить в уроках жизни. Там, в общем, все эти законы собраны, и там подробно я не буду, я не думаю, что мы будем заходить во все абсолютно частности и детали, потому что иначе мы не выберемся. Но понимание основных вещей законов на Иноаха мы с Божьей помощью сделаем. Вот, вопросы, если есть по ходу, задавайте, знайте, не стесняйтесь. Если там у нас на трансляции будут вопросы, тоже могут люди спрашивать, потому что действительно важно знать и понимать эти вещи. То общую вещь мы знаем, вступление, сегодня начнем вступление, и законы Авои Дозоры. Авои Дозоры это идолопоклонство. Ну, вступление сначала скажем. Значит, изначально законы Ноаха, мы называем их законы Ноаха, но они были даны изначально Адаму. Так, по нашей традиции, Адам получил шесть заповедей. Заповедь веры, заповедь, запрет убийства, запрет разврата. И, ну, в каждую из них мы дойдем, что там включается. Но, как минимум, запрет разврата, он написан во фразе. И поэтому прилепиться, ставить человек отца и мать свою, и прилепиться к жене своей, и станут они единой плотью. Да, уже отсюда мы можем выучить. Прилепиться, оставить человек отца и мать, это намек на запрет кровосместительства близких родственников. Детали потом посмотрим. Прилепиться к жене своей, а не к чужой. Это запрет на измену. И станут они единой плотью, как в ребенке. Запрет на все связи, которые потенциально не могут привести к деторождению. То есть, на всякие гомосексуальные связи, скотологию и прочие извращения. Ну, вот пример, да, то есть запрет воровства, запрет богохульства. Все это можно посмотреть и из письменной торы, учатся, есть намеки на это. Вот. И обязанность устанавливать суды, которые бы следили за исполнением этих заповедей. Дальше я скажу, потом пойдем, что еще входит. Это основные заповеди приказа Всевышнего. И во время Ноаха добавился еще один запрет. Какой? Не есть. Часть от живого. Потому что до Ноаха был запрет есть мясо вообще. Так, по большинству мнений. Я, насколько смогу, чтобы не оставаться, так сказать, в сухом законе, немножко вас развлекать какими-то ими драшами тоже. Поэтому сразу, может быть, скажем, почему Ноаху разрешилось мясо и потомкам Ноаха мясо было разрешено. Но, ну, по-простому, простой ответ. Это то, что они, потому что стало более низкий уровень у всего человечества. Все человечество опустилось на более низкий уровень. Все стало. Вот. Но где-то я видел такой ответ, что поскольку все животные, они же спаслись благодаря Ноаху, если бы не было Ноаха, то и животные бы не спаслись. Он как бы выкупил, получил на них право. Ну, вот есть такие тоже ответы. Как бы то ни было, вот они, семь Западей. И поскольку все человечество произошло от Ноаха, то это называется семь Западей Бне Нуах. И так мы приняли. Но, но, и тут главное но, очень важное но. Если человек по-настоящему хочет исполнять Западе Бне Нуах, то он должен их принять не потому, что их получил Адам, и не потому, что их получил Ноах, а потому что... Так сказал Бог. Где? В Торе. На горе Синай. Так получил Муше на горе Синай, так сказано в Торе. Да, то есть мы их только называем. То же самое я приведу вам пример и у евреев. Мы сейчас исполняем заповедь обрезания. Где сказано заповедь обрезания? Сказано сначала Аврааму была передана, да? Но мы сейчас исполняем заповедь обрезания не потому, что она дана Аврааму, хотя и благословение во время этого говорим, который заповедовал нам входить в союз Аврааму. Он называет это союзом Авраама. Но исполняем мы не из-за союза Авраама, а из-за приказа Ашема на горе Синай. Тогда заповеди получили свое окончательное материальное воплощение. Тогда они стали абсолютными и обязательными. И тогда же на горе Синай Мушер Абену получил заповеди для всего человечества. И обязанность распространять эти заповеди, есть обязанность, еще раз повторю, обязанность распространять эти заповеди и сообщать их всему человечеству. И обязанность эта лежит как на евреях, так и на потомках Нуах. Это обязанность. Еще раз, очень большая разница между хорошо, классно и получишь награду и будет очень классно, и обязанность. Разные вещи. Есть обязанность. Понятно, что все надо делать с разумом, все надо делать с хорошим настроением, с нормальным общением между людьми, не надо никого, ни с кем ругаться. И тем более, но в принципе, если есть возможность рассказать, возможность, чтобы человек принял, есть обязанность распространять. она лежит как на евреях, так слышится. Если нет никаких, если нет никаких, как называется это, ну, опасностей или каких-то ущербов, но в принципе, можно, есть обязанность распространять, и так и на Блинох. Есть такая обязанность распространять, рассказывать, насколько это возможно по всему миру эти законы. Рассказывать, но не пропагандировать, же правильно, я понимаю, вот КТЛ. А какая разница? Определить точно разницу между рассказать и пропагандировать, я смогу сказать. Какая разница? Ну, как на СТАТЕ. Я слышал, что есть запрет, как-то ориентировать на вступление, там, в идеизм. Запрещено. Евреи не занимаются агитированием на ги-юр. Нет такой заповеди привлекать людей, соблюдать 613 заповедей, как евреи. Наоборот, человек, который хочет принять ги-юр, его отталкивают, ну, проверить истинность его намерений, насколько он готов пойти до конца, и сообщают ему, зачем оно тебе надо. И это действительно, да, человек может быть праведником народов мира, сейчас мы дальше об этом скажем, праведником народов мира, соблюдая 7 заповедей и не подвергая таким опасностям, да, что такое быть евреем. Съел кизайт, чуть-чуть как маслину, в Йом-Кипур, карет, отсечение души, нарушил шаббат, смертная казнь. Зачем это надо человеку? Да ему правильно говорят. Если кто-то хочет пойти на суперповышенный, обязательно другой разговор, но это мы не агитируем. Но заповеди 7, шевамец водный нох, 7 зависть на винох, не евреи тоже их обязаны соблюдать. Хотят или не хотят, не мы это придумали, это придумал Бог, что делать? Человек может закрыть на это глаза, может сказать, я верю, не верю. Об этом можно поговорить, да, но если мы принимаем, что это воля Бога, чтобы люди соблюдали, ну как бы он здесь хозяин, что хочет, то и делает. Сказал бы нам весь день стоять на одной ноге, кричать кукарику, делали бы это. Он хозяин, он управляет, что хочет, то и делает. Правильно? Что сказал, то и делает. то первое, значит, еще раз, это очень важная вещь понять, что это, принимать их, как заповедные в Торе. Есть первая, естественно, заповедь, это заповедь верить во Всевышнего, и мы вот сегодня об этой заповеди поговорим. Значит, есть вообще вопрос, я в принципе, детали философские этой заповеди. Это мы уже все говорили на нашем мини-курсе 13 принципов веры, поэтому, кто хочет, пересмотреть и прослушать, я не буду сейчас входить в какие-то суперфилософские, но чуть-чуть, да, объяснение. Все-таки мы попытаемся в этом, в этих занятиях быть более сосредоточенными на законе, на деталях именно закона то делать. Но, тем не менее, какие-то аспекты все-таки затронем. Значит, знать и верить, есть вопрос, есть ли заповедь верить или нет? И есть два мнения по этому поводу. Есть, которые говорят, что есть заповедь верить. И, да, это вера у Всевышнего. Те, кто говорят, что нет заповеди верить, они говорят, как можно заповедовать верить? Если человек верит, то он уже верит. Если человек не верит, то кто ему приказывает? Он же не верит, кто ему приказывает? Как можно заповедовать верить? Правильно? возможно это приказать ну логично говорят поэтому они говорят заповедь которая в торе говорит о вере из десяти заповедей это она звучит она отличается от всех остальных как звучит первая заповедь а возлюбивала нет я господь бог то у тебя из земли египетской из дома рабства чем она отличается от остальных 9 чем она отличается но она не директивная она ничего не приказывает это просто информация все остальные заповеди они директивные они что-то приказывают сделай или не сделай да не будет я других богов понятно что делать не убей не укради соблюдай субботу почитай отца и мать да что там еще до сказано не убей не пролюбодействуй не воруй не лжи если него желать есть действие направленность на действие первое что делать я господь бог очень приятно поздоровались делать что она действительно отличается от всех остальных то есть они говорят нет заповеди верить да но те которые гаши и забыть верить как они это объясняют и это очень важно что есть заповедь углубляться мыслью и все время эту веру в себе развивать не просто верить а знать размышлять о том что есть единый бог который вот я да во что мы верим то я говорю может быть простые вещи но тем не менее все-таки поскольку нужно точность формулировок я должен их сказать знать что есть единый бог и он творец всего сущего и все остальное произошло от него и зависит от него а он не зависит от творения все творение зависит существует только потому что он его сотворил и вызвал на свет а он не зависит ни от чего другого это определение рамбама и это того что мы верим и этого что должен верить ибнай ноах и каждый человек на этой земле хочет он то не хочет он не верит он даст за это свой суд потом когда придет время ну если он если у него была возможность размышлять поскольку я я считаю я сейчас дальше я скажу свое мнение да потому что многие скажут он действительно что вы хотите от придет какой-то буддист на суд всевышнего и он с каждым что вы хотите от меня мой папа был буддист мой дедушка был буддист мы здесь буддисты с утра мы есть буддисты 3000 лет уже вижу что что вы от меня хотите и это достаточно логичное оправдание я не знаю что что всевышний как это уже канцеля небесная канцелярия зависит от от всевышнего пусть они разбираются но единственное что я могу сказать это звучит как логичное оправдание но есть известная фраза вторе тура цивали нам уши тору заповедовал нам уши тора гематрия числовое значение слова тора это 611 что значит тору заповедовал нам уже значит тору мы получили тор это учение от маши 611 заповеди мы получили от маши но первые две заповеди это бытие бога и единство его это мы получили напрямую от всевышнего не нужно было мужа для этого мне кажется что скрытые кроме остальных месседжей в этом в этом мидраше что для первых двух заповедей тебе не нужно пророк это это логичная вещь понять что есть бог эта вещь логичная этот человек разумом смотрящий на этот мир разумом смотрящий на этот мир он а ну во первых авраам до верах авраам да но те которые будут сопротивляться не скажут исключение подтверждает правило в рампой он значит все остальные миллиарды не поняли вот от каждого требуется быть авраамом скажут они не знаю еще раз говорю не знаю это будет решать небесная канцелярия единственно что мне кажется что человек который идет по правде действительно ищет истину он может и разумом своим прийти к тому что поскольку мир разумен мы видим насколько не просто разуме что я имею ввиду разумен ну бесконечно сложен до любая вещь на что мы не посмотрим да я уже не говорю там человеческое тело каждая его деталь одна несчастная клетка по ней уже тысячи людей диссертации защитили да где там сколько и учат мучают мучают школьников да где там ядро где там цитоплазма где там какой там это это как он митохондриан и прочие прочие там диссертации люди защитят и это все сотворилось само и без какого-то разума высшего который это все сотворил это извиняюсь за выражение бред полный да и другое дело что это выбор человека он должен до очевидная вещь для каждого человека понять для этого не нужно тор и и дальше второе рассуждение разумное это то что он един почему это разумное рассуждение помните для этого не нужно тор и этом человек может разумом понять еще раз мы верим то что-то второе написано кроме все но чек может это понятие разума своим каждый почему да но почему разум можно понять что бог един это простое логическое рассуждение если их двое то каждый из них ограничен чем-то правильно ну один год границы 1 вот 2 если когда есть границы значит кто кто поставил эти границы это правильно это вы говорите уже из торы это выглядеть уже из тора я говорю что для этого человек не знает тор какая с него будет сидит там три тысячи лет эти буддисты бедные да это миллиарды людей комфуцисты комфу оционисты комфуцисты это который комфу занимаются и про и прочее прочее но люди с которыми у которых действительно нуж какой из них спрос а поэтому я говорю что может быть спрос них будет небольшой или намного меньше но в принципе человек вера во всевышнего и вера в то что он один что не он не огранили 6 ограниченность есть тот кто ограничивает а тот кто кто ставит границу он должен быть выше этих границ это вещь разумная что есть единый творец который находится вне мира он творец мира он мир в нем они он в мире это вещи . может понять ну понять что это есть понятно что понять он не может осознать это разумом это все равно что понять что есть бесконечность да мы понимаем что есть бесконечность мы не можем ее понять что это такое потому что она мы ограничены но понять вот это вот когда разум переходит вверх понять что такое есть что это есть вне нас и поверить в это это каждый человек может эта вещь простая логичная и кроме того и заповедь тора поэтому есть заповедь размышлять об этом и укреплять эту веру в своем сердце вот она в чем заповедь и поэтому всевышний сказал я господь бог твой который вывел тебя земли египетской из дома рабства до что кроме всего прочего мы это тоже посмотрим дальше что всевышний не только почему он представился так почему он не пристал если бы если бы вы поставил писать и всевышний приходит к вам и говорит порекомендуйте тут евреи пришли порекомендуйте как им представиться как начать разговор как бы вы порекомендовали представить я ну я бог который что я бог просто бог ну как бы вы порекомендовали что логично было да это самая я который же все создал почему он не так представился почему он представился как я всевышний я господь бог который вы у тебя из дома рабства разве творение сотворение неба и земли не более великого не более очевидно представиться чем дома рабства но есть здесь но есть несколько ответ на сбор здесь говорят чтобы это то что они видели тогда но один ответ это то что сотворение неба и земли она для многих очевидно но есть люди которые говорят да он как кто-то это сделал до 90 процентов людей если с ними поговоришь нормально да и я вот про я вам по моему рассказывал но это было для меня не знаю просто можно сказать шоком был как-то зашел разговор там к своим знакомым в прошлом году и очень интеллигентные люди там доктора наук там что такое они начали меня немножко по под подкал подкал поддевать типа религиозный человек но что-то такой вот тоже там высшее образование есть но как ты можешь быть верующим этом я я я не обиделся я я говорю просто хорошо думаю не буду сейчас давайте просто поговорим да вот вы не вы не религиозный верующий да а вот как вы думаете вот неужели вот это все вот так она сама по себе да так сказал просто вот эти доктора наук вот эти вот это не так задумали никогда в этом не думали я вам говорю я ничего не выдумываю да то есть вещи вещи которые понимаете от все там в этом в это в музыке в опере в каких-то этих книгах какие-то тонкие об этом нет зачем я здесь откуда здесь появилась это такие вопросы это мелочь да зато какие-нибудь там исследования творчество кафки шекспира там это новейшие это конечно но понимаете люди просто про действительно просто не задумываются да это очень это некая просто душевная темнота душевная она не темнота интеллектуально это темнота душевная когда тебя закрыты вот эти вот самые простые очевидные вопросы с которых нужно начинать они они закрыты а и там все ищут какие-то вот к чему я говорю да но много людей которым ты с ними поговоришь это не при прешьсях как говорил райкин в теплом темном месте к теплой стенке они тебе скажут да ну очевидно что у этого мира кто-то историю но они скажут ну хорошо но есть и шестого но он где-то создал сейчас пошел новые вселенные творить он ушел из мира где она вы этот этот космос бесконечный до 1000 миллиард миллиардов световых лет вот и многие так говорят у ей хорошо есть был дальше ну сделала ушел все сотворить дальше шарик вертится сам да и поэтому исход из египта показал намного больше что не только всевышний все сотворил но и он продолжает вмешиваться наблюдать и управлять всем что происходит здесь на земле и поэтому как раз наши главы да это это 10 казни не просто так 10 казни да они идут когда приходит ведь меня не могу законными заниматься меня все время на философии уводит когда приходит первые мушек фаб к пара и говорит ему отпусти народ мы таскал бог говорит ему фару кто бог не знаю я бога израиль не отпущу да то есть это на трех уровнях называется мы знаем три уровня до кроме пяти мы знаем же три уровня 4 5 это вне а выше разума а три уровня это разум эмоции и инстинкты правильно действия материальную да все это знают уже надеюсь до на шамару ахнефеш сверху вниз и говорит по пору на трех уровнях согрешил кто бог на уровне интеллектуальном не знаю бога да то есть нет внутреннего знания на уровне эмоциональном и израиль не отпущу на уровне действия да и поэтому 10 казни было не просто так если кто-то думает что 10 казни нужно чтобы евреев вывести из египта то у него просто нет разумного понимания если бог хотел вывести евреев из египта достаточно было одной казни даже не одной казни вообще без казни просто евреи выходят египтяне стоят и наблюдают и машут им вслед да или просто застыли но для этого не нужно 10 казни или просто исчезли в воздухе и растворились да потому что все атомы и в этой вселенной они тоже поддерживаются ашемом точно же как все остальное и поэтому 10 казни это были есть разные ответы зачем были нужны вообще эти 10 казни ну как минимум это было нужно вот это вот сломать эти 10 клепот и 10 оболочек но они шли они до 3 тройки до одну последняя казнь она стоит особняком она действительно уже была завершающим ударом а три тройки там а нет 10 это как первенцев тьма это 9 до 7 это 9 это три тройки мы видим там разные намеки что три тройки почему ну во первых там две казни всегда идут с предупреждениями третья без предупреждения 5 10 3 без предупреждения вот кроме того и в песах мы говорим делим их на тройки до цаха дашь бы ахаб в общем как бы то ни было это были вот эти тройки почему потому что они должны были первые ударить сломать клепу вот эту вот оболочку что есть бог вторая тройка он не только даже видите да первые казни то что там кровь и лягушки вши да это ниже человеческой он уровень воды и земли то вторая тройка это дикие звери этот мор и язвы это уже на уровне человеческого роста так ну все и третья тройка это град саранча и тьма это все же идет сверху затмение светило тогда то тоже это им очевидно почему сказать нам что всевышний есть бог потом что он продолжает вмешиваться на уровне эмоций то спустить вот эту веру спустить вниз и наконец наконец на уровне действия чтобы это дошло человеку до его до его кишок из так да это вошло внутрь это это знание это вера она вошла внутрь что всевышний здесь и поэтому всевышний представляется как я бог который вывод из земли египетской из дома рабство я тебя вывел оттуда причем что значит из дома рабство я вам говорил уже много раз совершенно верно совершенно верно то есть это человека дар для него рабство это дом когда он даже не понимает что и свободу что да он живет вот в этой темноте все равно если у него есть возможность выйти освободиться из этих вот ограничений своих поэтому еще раз подчеркну возвращаясь закону есть обязанность верить и знать и размышлять об этом именно знать размышлять об этом и укреплять эту веру в частности молитва которая укрепляет очень эту веру и общение прямое допустим молитва это единственное место где мы всевышнего называем на ты то есть а ты это диалог это прямое общение мы с ним общаемся укрепляет молиться о мелочах даже понимаешь что всевышний управляет всем и везде и во всех случаях жизни и включает себя значит верить и знать и принимать на себя его царство принимать на себя его заповеди это минимальная вещь и ведь верить что он один до сих пор вопросы замечания предложения есть если нет мы идем дальше значит человек который соблюдает семь заповедей ноаха он называется хасиду мото улам праведник народов мира и есть у него и соблюдает их по по тому что они даны в торе он называется праведник народов мира и есть у него улама ба будущий мир и тхья там этим воскрешение из мертвых да есть у человека улама ба когда мы говорим теперь улама ба очень тоже все вещи которые касаются мистики и так далее души это вещи конечно очень сложные и нет здесь четких и абсолютно понятных каких-то вещей но примерно мы говорим какие-то вещи да понятно что остаются после смерти мы про это не говорим вообще но и после смерти в кратце не очень люблю гать на тем что они не они очень определены не очень четкие но тем не менее как меня то что я понимаю то что вышло из книг человек когда мы говорим вот улама ба то что сейчас будущий мир это мы понимаем как ганеден да как то что называем рай что такое ганеден как мы понимаем раньше другой ганеден чем там занимаются то есть это близость абсолютно это наслаждение близостью к всевышним максимальная близость к всевышним и так далее и вот для того чтобы это было для того чтобы это было человек но душа человек важно он его внутренняя как хотите называете это она должна дорасти до уровня этого понимания и видения этого даже даже дойти до генома до ада что такое огонь ада я вам уже говорил это нужно для этого уже осознание то есть человек уже понимает он 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 вот смотрит на свою жизнь он прокручивает это снова и снова и снова и каждую секунду своей жизни как он мог ее прожить хорошо и и и праведно и как у него прожил как извиняюсь свинья и он от этого и как он по идиотски это растратил вот он от этого мучается и страдает это уже дойти до этого надо а если человек находится в этом доме рабство если он нормал в этом то он такими приходит туда и он может тысячи лет так бы душа там может быть это не оля моба и человек действительно попадает воображаемые миры то что он верил то то туда он и попадает то он и видит да вполне может быть и поэтому я поэтому достаточно скептически отношусь вот к например к этим околосмертным переживанием то что рассказываю до лично почему же один видит иисуса другой видит мухаммеда третий видит буду и не знаю шо и на этом основываться невозможно как на всех остальных вещах да это каждый поверьте мне в каждый посмотрите все расскажут вам вот эти вот истории каждый видел свое и вот поэтому не нет естественно снова чтобы дойти человек действительно попадает в тот мир который мы чем дойти до настоящего улама ба до настоящего вот это вот когда мы говорим будущий мир ты чек кто действительно попадает связь доходит до ганедана до до наслаждения у нас настолько очищается что он способен дай по и постичь свет творца действительно это митары каких-то духовных наслаждений от этого не наслаждения до этого надо еще дарой дорасти вот вот это вот хасида моталам ну и воскрешение мертвых тоже это уже душа которая возвращается в тело это еще более далекая вещь ну в общем тот кто соблюдает всем заповеди на и ног потому что они даны вторие он хасида моталам и он достаивается этих вещей если человек соблюдает 7 заповедей на и ног не потому что они должны в туре а потому что по разуму как например соблюдали это например на не знаю греческие философы или просто философы до которые доходили может быть до очень высоких уровней и моральных уровней в том числе очень высоких моральных уровней люди доходили это не считается они считаются хорошими людьми но они не считаются праведниками народов мира и насколько есть у них будущее мира нет это тоже очень трудно сказать потому что они соблюдали это потому что разум их обязывает мы мы обсуждали эту тему и вы часто и спрашиваете я понимаю что она на сердце свербит и человек ну как же вот был врач он спас тысячи жизней он такой гуманист но он не верил в бога но он такой хороший и он такой весь себя замечательный действительно моральный хороший чек но он морально хороший чек но не верил во всевышний он жил в своей иллюзии но в этой иллюзии попадет что делать даже до каждый попадает но это не было он делал хорошие вещи но это не было основа приказ когда нету приказа как основы то это он делает на самом деле потому что он этого хочет и он понимает хотя это и достаточно высокий уровень это вы с этим согласны понятно или не очень но озвучьте если что-то не очень-то озвучьте давайте поспорьте не претендую не здесь я претендую на абсолютное есть это не мои слова когда это мои слова это я говорю то что написано да это я передаю то что написано человек который исполняет семь заповедей по своему разуму он не является праведником народов мира и нет у него будущего мира и воскрешение мертвых он исполняет потому что это заповеди буддизма или потому что просто он верен своей жене и тогда как честный как честный коммунист он например вы говорите сейчас есть ли что такое как что есть но он это очень спорная вы понимаете на наша совесть она с одной стороны замечательный про на нас ведет но на нее опираться это тоже очень да потому что еще раз вам говорю человек который террорист который убивает он же убивает с криком аллах акбар что ему его совесть говорит мусулька чем делает заповедь ну где где она проходит да поэтому да где-то все за все заповеди во многом пересет все все религии мира во многом пересекаются потому что они достаточно где-то исходят наверное из одного корня и где-то люди которые действительно продвинулись по духовным ступеням они примерно приходят к одним и тем же вещам примерно это достаточно можно и разумно принять но еще раз когда когда это на уровне разума у человека не приходит как приказ от единого бога но молодец тот буддист он не прелюбодействует и не убивает так далее но он верит в миллион богов на что делать или вообще ни в какого может не 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 знаю очень ненадежная вещь наши чувства себя проверять должен быть закон я за я вообще во всем за разум потому что чувство вещь очень ненадежная сегодня человек чувствует так завтра он чувствует по-другому только разум может конце концов не надо не просто их не надо их откидывать но нужно их проверять разуму до нужных проверять вот это все интуиция мне кажется я чувствую чудеса как мы потом посмотрим так далее это все вещи которые одну они кто-то никогда не видел тур никогда не слышал да 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 я смотрите смотрите оправдать еще раз я с этого начал я сказал что наказанием судом и так далее будет заниматься небесная канцелярия не меня все вышли спрашивать что с ним делать они там решают что с ним делать я говорю о том что тем не менее он праведником народов мира не считается по закону торы да он живет вы это все равно человек живет в иллюзии не по своей вине но живет там в иллюзии то же самое кстати еврей это не касается только закон мы сейчас просто учим законы но евреи который вырос в атеистической семье да он не виноват но не виноват ну хорошо ладно скажем не на скажем вот так учили как это он потерянный ребенок хорошо что он что он получает будущий мир что он потерял нет ты жил в иллюзии мы не осуждаем но ты в иллюзии ты живешь в иллюзорном мире что можно сделать не виноват но не виноват но это печально но что делать я это как как не дай бог там мать болеет и ребенок в утробе тоже получил болезнь да не виноват не виноват он не гулял чего же у него тоже там какой-нибудь вич ну это это реальность есть есть еще некие реальности мира я еще раз справедливости и наша душа дата она требует справедливости справедливость она заложена кстати да она тоже у нас как вы говорите заложена и я поэтому говорю что я не знаю как и что будет как как всевышний будет управлять как на как награды наказания это уже ну очевидно мне что наверно конечно спрос будет меньше но еще раз но это не меняет реальности Есть реальность Мы же не обижаемся, мы же не говорим, где справедливость Ребенок, не дай бог, полез Съел что-то не то Или полез в розетку и его ударил Где справедливость, он не знал Это реальность мира Такой мир Окей Да, значит, есть два вида Два вида, которые называют Есть мин и апикойрис Я не знаю, как на русский это правильно перевести Еретик и Какие еще слова и апитеты Отступник Ну пусть будет Вера отступник и еретик Я не думаю, что здесь есть разница Немножко логическая между ними Кто считается вот этим отступником От веры, это то, что касается Касается самого творца Первое, это естественно атеист Это тот, кто говорит, что нет Бога вообще И даже если он говорит Есть два вида То есть есть, который говорит, что Ну есть материя И весь мир сотворен В результате случайного столкновения атомов Что они говорят Это самый низкий уровень Случайность Случайности сталкивались, атомы сталкивались Образовались галактики Потом сталкивались, сталкивались Образовались планеты Потом как-то клетка поплыла Потом как-то Проросла Потом как-то Вылезла Ну Даже озвучивать смешно этот бред Да, все само по себе И вот сейчас так Сейчас этот эволюционирующий камень Сидит и об этом рассуждает Да Ну Это же не обезьяна Чего мы говорим обезьяна До конца эти Это эволюционирующий камень Камень разговаривает Кусок плазмы Раскаленного этого Да Ну Само по себе все Это понятно Либо люди, которые Там более чуть разумные Они говорят, что есть И они и идентифицируют Бога с природой Да То есть они говорят А вселенная разумна Ну то есть такой безличный Бог Безличный Бог Пантеизм еще называется иногда Да То есть пантеизм Бог везде Безличный Бог равняется вселенной Он такой Да Такое что-то неодушевленное Нельзя к нему обратиться Ну делает какие-то рисунки Что-то там Сама себе Выращивает Вот Как бы то ни было Ну Это Это много Так тоже Людей думают И чувствуют Как минимум Даже если они это Может быть Не проговаривают Как Идеологию Ну Упорядоченную Но они Это чувствуют Да Есть такое ощущение Вот Это все называется Мин Это все Отступник И это Ну Запрещено У него Вот это все Естественно Не Ну Не Запрещенные вещи Это все касается Да Этот атеист То же самое Человек Второе Это то что называется Отступником Это тот кто верит Что Бога Больше чем Больше чем один И В том числе В это попадает И запрет Шитов Шитов Это Компаньонство Теперь есть спор Я сейчас Еще раз Да Аккуратно К этим темам Да Но тем не менее Тем не менее Для евреев Это абсальт То есть Что значит Компаньонство Они говорят Да Есть единый Бог Но Он вместе с кем-то еще Вместе с кем-то еще Я не знаю Этой теологии Еще раз Я не могу ее понять Поэтому Не собираюсь ее понимать Да Надо очень важно В таких вещах Оставаться на уровне Да Вот Пшата Да Простого смысла Он нам дает Аллаха Закон Простой смысл Он дает нам базу От чего отталкиваться Входить Здесь какие-то Мысли Не нужно Простой это Что есть Единый Творец Все Ни компаньона Никого Ни духа Ни сына Ни дяди Ни тети Ничего Вот Есть которые говорят Что вот такой уровень Компаньонства Он для Неевреев Он Он неправильный Но он Не наказуем Ну не считается Столь запрещенным И это Спор Ну тем не менее Я вам должен сказать Законно Что нужно их знать Да Понятно Да Ну во всяком случае Тот кто говорит Что есть два Или что есть какой-то Компаньон Это тоже Считается Неправильным Третье То что То что считается Вот этот Мин Отступник Это тот кто говорит Что у Бога Есть тело Ну я думаю Что в нашем поколении Хотя тоже Да Хотя тоже Я думаю Ну понятно В восточных странах Или Но и К сожалению И В невосточных странах Тоже Рисуют Я не знаю Опять Не знаю Что в головах У людей сидит И во что Они верят Но каждый Кто говорит Что у Всевышнего Есть какой-то Образ Или какое-то Тело Или какое-то Лицо Это все Считается Мин Отступник И это Запрещено И соответственно С этим запрещено Делать и изображение Как мы потом Будем учить Да Изображение Всевышнего Окей Вопросов нет у вас Все понятно Замечательно Следующее Тоже К этому относится Это тот кто говорит Что Всевышний Он не вечный Что ему Что-то Предшествовало Или он сотворен От кого-то другого Или он сотворен Из материи Но что-то ему Предшествовало И в этом плане Говорят нашему Дрецу Что даже Адам Есть такой Мидраж Был Мин Вот это был Отступник Почему Потому что Он сказал ему Змей Как там приводит Раши По-моему Этот Мидраж Что Бог поел От этого дерева И созрел Дерево вечно В каком-то плане Материя вечно И этой же теории Придерживался Аристотель Который говорит Что есть Бог Как движущая сила И есть материя Которая вечно И Бог Он рисует Материи То есть Он берет материю И из нее лепит Но материя вечно Вот это вот Мин По Торе Это отступник Это не наша вера Не наша вера Мы верим в то Что Всевышний Сотворил материю Никакой Материи Никакой Вот этой Вот как он называется Этой точки Из которой был Большой взрыв Как называется Большой взрыв Вполне может быть Что и был Это абсолютно Ничего не противоречит Но материя была Сотворил Откуда эта точка появилась Откуда она Сама там была Всегда там была Родилась там Ее родила Другая точка Это Я вам говорил Как я слышал Передачу Помните Тема передачи Что было До большого взрыва Вот они так Красиво Долго Объясняли Слово Не знаю Мы верим Что все Сотворено Всевышним И на вопрос Который часто Задают Я Да Говорят Задают Справедливый вопрос Но люди хотят Понять Если это искренний вопрос Вопросов плохих Не бывает Откуда Сотворен Всевышний Да То есть Если ты Не хочешь Входить В эту Дурную Бесконечность Что это От это Да И поэтому Здесь мы должны Остановиться И сказать Что все эти Вопросы Откуда Одно Откуда Другое Они находятся В пространстве И времени Но пространство И время Они тоже Сотворены Всевышним Он вне Времени Вне Пространства Он Творец Мира А не Часть Его Да И поэтому К нему Эти вопросы Не относятся Понять Мы это можем Нет Но мы можем В это поверить И Мы можем Понять Дойти До понимания Что так Оно должно быть И ничего Другого Быть не может Понять Это в принципе Что это такое Нет конечно Но мы Много чего Не можем Понять Да Слова соответствуют Но просто Есть у них Потом Некоторые Различия Логические Это человек Который Уже не касается Самого Бога Но это Различные Отступления Которые касаются Его связи С миром Значит Первое Тот Кто говорит Что Всевышний Не вмешивается В дела мира Не знает Не наблюдает Не управляет Он Он верит Есть единый Бог Творец Творец Всего Сущего Дальше Он Пошел Заниматься Лепить Другие Вселенные Пошел Развлекаться Пошел Играть В приставку Я не знаю Что он там Думает Не управляет Не занимается Делами Не знает Он Не интересуется Это называется Опекойрус Это не наша вера Всевышний знает Видит Интересуется Как я вам уже сказал Что именно так Он и представляется И в этом И была Суть всех Десяти казней Всего Вот этого Исхода Показать И фараону И евреям И всему миру Вот я здесь И вот я здесь И вот я тут И вот я управляю И до самых Мельчайших До самого Мельчайшего Я выхожу И знаю Все что происходит И кто первенец И кто зачат От какой каплика Говорит Медраж Я тоже различу Да И покажу Кто первенец А кто не первенец Поэтому Это наша вера Человек Он называется Опекойрус Человек Который говорит Что нет пророчества Что Всевышний Да Может быть он управляет Но он никогда Напрямую Не общался С людьми Это уже касается Действительно Ну давайте Я все таки Подведу Под это Я подведу Под это Некую Философскую Объяснение Почему Потому что Это необходимо Потому что Люди скажут Ну а чем докажешь То есть ты говоришь Ну так в Торе написано Чем докажешь Тору Что это истина Поэтому я Какую-то мысль Хочу под это Подвести Кроме традиций И так далее В общем Ну я вам сказал уже Что логически Мы приходим К Всевышнему Правильно Дальше Своей логикой Мы о нем Ничего сказать не можем Да Дальше нам нужно Откровение Но поскольку И удовольствий Ну смотрите Вещи которые я вам сейчас говорю Я говорю это и для вас Чтобы было более понятно И для себя Чтобы было более понятно И для вас Чтобы было более понятно И для того чтобы вы Могли тоже правильно Ну с людьми Разговаривать Аргументировать Если у людей Будут вопросы Это чтобы вы знали Что им ответить Если они захотят Или для вас Самих Если будут вопросы Понятные То есть Поскольку человек Должен выбирать Все равно в этом мире Он всегда выбирает Для чего ему жить И как ему жить Жить ли ему Ради наслаждений Жить ли ему Поклоняясь Такой вере Или такой вере Или служа тут Или поклоняясь Едам Все равно это всегда выбор Быть ли ему Коммунистам Которые борются За счастье Всего человечества Путем Внедрения Марксистской теории Или прочие Всегда человек Делает выборы Когда он делает выбор Как разумно Сделать выбор Я помню Что я спорил С одним Человеком И он мне говорит Ну смотри Я ему сказал Вот этот аргумент Что мир Не может возникнуть Сам по себе Но это просто Нелогично Это математически Кстати Ни в какие вероятности Не входит Ну ни в как Даже создание Случайно Одной клетки Оно не входит Ни в какие вероятности Математически Ну представьте себе А тем более Там уже Вот этого всего Что мы видим вокруг Это просто Он говорит Говорит Послушай Говорит Но с точки зрения Вечности Это же может быть Если у тебя есть Вечное количество попыток Я ему сказал Послушай С точки зрения Вечности Может быть Что угодно Я говорю Давай поставим Сделаем с тобой Ставку Если Ты выбрасываешь Сейчас Сто раз подряд На кубики Шестерку Сто раз подряд Я тебе даю Миллион долларов Но если нет То ты То ты мне даешь Не знаю Нет 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 Но если хотя бы Не подряд Если один раз Из этих ста Не будет Шестерки Да Сто раз подряд То ты там Не даешь Тысячу долларов Он говорит Нет Я говорю Смотри С точки зрения Вечности Может выпасть Сто раз подряд Но если Нам будет Вечное количество Попыток Выпадет Сто раз подряд Выпадет Но ты на эту Вечность Не готов Свои тысячу Долларов Поставить А свою Вечную жизнь Ты на эту Вечность Скидываешь Свою жизнь Свою душу Что с тобой будет Ты готов Ну с точки зрения Вечности Все может быть Ну хорошо Я пошел гулять Ну на здоровье Ну вы понимаете Аргумент Это же такой бред Тебе надо Выяснять Как жить Для чего Ты сюда пришел И ты Дашь Суд и ответ За это потом Ты в это Не веришь На здоровье Не верь Ну поразмысли А что есть Правда С точки зрения Вечности Может быть Все случайно Может быть Окей Потом Объясни Это Всевышнему Извини пожалуйста Я думал С точки зрения Вечности Все может быть Все Ну я Понятно Говорю Это же Аргумент Что человек Все равно Должен Выбор И выбор Разумно Делать Разумный Выбор Наиболее Мы Так и живем Правильно Может быть Что завтра Солнце не встанет Или Все законы Природы изменятся Можно Но мы тем не менее Договариваемся Завтра о встречах Потому что Скорее всего И разумно Что мир Останется Таким же Как это Может быть По другому Может быть Всегда Человек Живет Живет В какой-то День Умирает Такое Тоже Случается Но Мы Как-то Планируем И живем То есть Выбирают Вещи По разуму Да И поэтому Здесь тоже Говорю Когда уже Приходится Человеку Выбирать Из всего Этого Вот тут Он выбирает Из этого Когда им Приходится Из этого Тора И взгляд Торы На мир Ну то есть Это единственная Вера Ну вера Кто говорит Единого Бога Все остальные Отошли от нее Ну Единобожные Веры монотеистические Христианство Ислам То есть Поэтому я Вам пытался Сейчас сказать Логически Привести К Торе Я понятно Говорю Я надеюсь Логически Объясните То что Это как минимум То что Есть Творец У мира Это Чистая логика Но опять Выбор Все равно Есть выбор Но разумный Выбор И то что Есть Тора То что Он общает И вот это Учение Это тоже Достаточно Разумный Выбор Да Принятие Что человек Выбирает И принимает Окей Я надеюсь Что я сумел Объяснить И донести Свою мысль Потому что Иначе Можно сомневаться Во всем И Может не так Окей Значит Человек Вернемся к тому Кто такой Опекой А мы Тора Цивали на муше Тора Заповел на муше Мы еще раз Тора это учение Само учение Как служить ему Окей Мы поняли Что он есть Но как идти Что он хочет от меня Хочет ли он чего-то Как ему служить Что мне делать На этой земле Что хорошо Что плохо Это все Уже через муше Через пророчество Да Очень важно Сказать Что Все были На горе Синай И все Слышали голос бога Но на горе Синай Одна из целей Вот этого Стояния На горе Синай Было какое Чтобы мы поверили муше Это была одна из целей Во-первых Каждый из нас Слышал Ну потому что Иначе человек приходит И говорит Вот это в голливудском фильме Так показано Да Вот это вышла Это толпа рабов Там да И муша говорит Сейчас Пошел один И спустился Один Они сидят Ждут Вот эти вот Да Это Либо Просто Идиотизм Извиняюсь Задержение Либо это умышленное Умышленное Они делают грех Но это же невозможно Не читать простые слова Торы Написано И весь народ Слышал И говорил Всевышний Со всем народом Я господь бог твой И сказал народ Не говори Пусть не говори Ты с ним А не пусть не говори С нами бог После Да После этих заповедей Они боялись Говорил Всевышний С каждым Все слышали Несколько миллионов человек Это не было Не как в христианстве Не как в исламе Что пришел один человек И говорит Ребята Это все слышали И не евреи Которые были в отдалении Но они не были вместе С народом Израиля Там Но они вышли Они тоже видели это Весь все народы мира Написано Медраж говорит Пришли к Беламу Спросили его Пророка Белама Что происходит Опять потоп Что там Он говорит Нет Расслабьтесь Просто Тору даются Да Ну То есть Это умышленно Просто грех Сказать такое Все были пророками Но одна из целей Это была Кроме того Чтобы это запечатлелось В душах каждого человека И чтобы действительно Увидели Чтобы у них В сердце Запечатлелась И вера в Ашема И вера в Муше Чтобы они увидели Что Муше действительно А до этого Дальше я могу Потом посмотрим Не знаю Насколько Я думал Что мы как-то Быстрее пойдем Насколько сегодня Не успеем Это все Но Чтобы запечатлелось Вера в Муше Потому что иначе Приходит человек И показывает чудеса И что с того Что ты показываешь чудеса Я сейчас вам скажу Я покажу чудеса И что вы подскажете мне Я говорю Я от Бога Вау И что И что Что ты от Бога Откуда Ну а чем ты докажешь Ты чудеса умеешь сделать Ну это Иди на Украина Май талант Иди показывай На шоу С твоей чудеса То есть Почему я должен За тобой идти Да Очень крутое чудо Ты сделал Очень крутое Море рассек Ты Получишь миллион На шоу Почему я должен За свою жизнь Теперь за тобой идти Кто сказал Что это Всевышний А ты победил Этих жрецов Египта Ну так ты круче Колдун То есть Даже Хотя Хотя На рассечении Моря Там уже Написано Что поверили В Ашем и Муше И там тоже Было некое Открытие Но по-настоящему До конца И Муше Поверили Только после Дарования Торы Это очень важная вещь О которой я вам говорю Сейчас Это основа Это понимание Основ Торы Как это все было Тогда 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 могли Убедиться Что Муше Не от себя говорит Иначе Ты покажешь чудеса Но ты от себя Придумываешь вещи Что с того Это же наоборот Я как раз Прошлые главы Я спрашиваю Всегда Почему Почему Вообще Евреи должны были Поверить этим знамениям Они не Зачем нужны были Эти знамения Приходит человек Говорит ребята Идемте сейчас Ну представьте себе Меня Бог послал Идемте сейчас Не знаю К Путину Откроем В Кремль Вы говорите Ты что с ума сошел С нами Бог Меня Бог послал Все будет классно Говорит а чем докажешь Ну раз Кролика Из цилиндра Вытаскивает Оп Вы так умеете Супер доказательства Бросил Превратилась В змею И шо Мало того Что это не произвело Впечатление на фараона Да И фараонские тоже кинули Они тоже это умеют Они тоже это умеют Это никого Произвало впечатление Да это не произвело Впечатление на евреев Потому что написано Что они пришли К сэрах Баташер И сказали Что это дешевые Трюки Зачем были нужны Эти чудеса И поэтому я Ну то что Комментаторы говорят Что чудеса были Вообще Ни для Ничего не доказано Не решали Эти чудеса были Только для Это были ответы На вопросы Различные Даже как например Раша говорит Что змея Это символ Лошонара Скажи евреям Что то что ты в них Не поверил И да Лошонара Это один из ответов Я вам говорил Еще ответ На разных уроках По разному Да Там есть много комментариев Последний Очень красивый Комментарий Который мне нравится Это он говорит У него же вопрос К Всевышнему У Мушер Обе на вопрос Да Какой вопрос Он говорит Что Я пришел Ты меня уломал Я пришел Стало хуже Логичный вопрос Да И Всевышний говорит Жалко Где прадцы Которые вопросы Они спрашивали Да Вот это Посох Посох Это что то прямое Это вера Все прямо Все четко Да Все Уверенность Вера Слово уверенность И вдруг Он превращается в змею Вдруг ты видишь Туда пошла Она же извивается Вдруг ты видишь Что сомнения пошли Это непонятно Почему в жизни И это И тут Всевышний Обещал И тут все плохо Получается Я за Всевышним Иду А тут не складывается И человек приходит И говорит Где оно все И все Возьми за хвост Да Подожди до конца Увидь Посмотри до конца Всю цепочку Возьми Тогда ты снова видишь Как это все было посохом Да Это же все время Он говорит Что ты Что ты Подожди Пратцы Не спрашивали вопросов Они знали Это до конца Надо дойти Посмотреть Когда этот конец будет Мы не знаем Это Это Идет Один этап И ты выходишь Из одного этапа Да Вроде человек вышел И все классно И все хорошо И потом опять Этап падения И опять вышел Второй этап И потом Ну да Как говорит Медраж Что делал Всевышний В то время Как Красочно Описывается Яков скорбит По Юсефу Юсеф скорбит В тюрьме Братья скорбят По Якову Как он Не может утешиться Иуда скорбит По своим сынам Своей жене Да Что делает В это время Всевышний Все плачут Что делает Всевышний В это время Всевышний готовит Избавление Всевышний готовит Машеха Это все Нужно было Все это Этапы О, теперь Стало понятно Сказал Яков О, теперь Я вижу Куда это все Шло Пришли Пришли Все классно Все хорошо Опять падение Пошло Опять Рабство начинает Для чего Опять вышли Получили Все время Вот ты идешь Зигзагом Дойди Дождись до конца В конце концов Приход Машеха Когда мы увидим Как все это был Посох Как все это была Единая вера То я скажу Вам на сегодня Последнюю вещь Чтобы тоже Мы закончили Эту тему Человек Который Значит Тоже Кто считается Еще Опикойрусом Это человек Который Как я вам сказал Не принимает Все из пророчества Не принимает Пророчества Муше Говорит Что Всевышний Не вмешивается В этот мир Что Всевышний Не заповедовал Заповеди Это все части Одного и того же Или что Всевышний Заповедовал Заповеди А позже Их изменил Да Или человек Отмени А который не верит Но это отдельный разговор Нужен И я в принципе На последней конференции Именно этому Посвятил Своё выступление Человек Который отрицает Устную Тору То есть Кроме заповедей И в том числе Заповеди Есть у них Комментарий Что такое Не убей Мы не можем Что такое не убей Всем понятно Что такое не убей Никому ничего не понятно Аборты Можно или нет А эвтаназия А если на тебя нападают А если защищаешься Да То есть Как это знать все Вот простая заповедь Не убей Как ее можно исполнить А на войне А превентивный удар Как ты это можешь Исполнить Без устной Тор И без мудрецов И без традиций Которым эта устная Тора Передана А уж не прелюбодействуй Ну ладно Это чтобы завершить На веселой какой-то ноте В общем Необходима традиция И вот мы Божьей помощью С этого Дальше начнем отталкиваться Тоже что еще Включая себя заповедь Но это такие Сегодня были основы Основы Они очень важны Понимать их Я думаю Что дальше Будет больше законов Но тем не менее Понимать эти основы Это очень-очень важно Если есть вопросы Пожалуйста Почему? Потому что не поверили Не поверили Даже когда все Что написано Поверили в фараон Поверили в этого В Муше Да Написано В главе шмот После этого Муше пришел В фараону Дверь с ноги Открыл К фараону Заходит А где все остальные Где старейшины Что Раша говорит Все испугались Что на Майдан Не пошли Надо было Поверили Ну так идите Все Давайте вперед На Майдан Перед дворцом В дом фараона Поднимайте плакаты Let my people go Где это все Они испугались То есть одно дело Когда ты у себя Говоришь За освобождение Еврейского народа Другое дело Когда ты идешь В дом фараона Вера тоже есть У нее уровни Если ты веришь Так иди до конца Ну вот поэтому Видели Тем не менее Если им не было То есть Их наказали Ну видели Да Видели Видели Но тем не менее Боялись Тем не менее Был какой-то все равно Кто-то не поверил А куда идти Кто-то говорит Вообще А куда идти Вообще Вы понимаете Что большинство Выходит на три дня Соблюдать Исполнить Национальный еврейский праздник Ну может Кто-то сказал Сейчас прошу Оно нам надо Три дня фестиваль Мы работаем Привыкли работать Работаем Ну Почему Почему сейчас Люди не готовы Выйти на субботу Ну рабство им удобнее Идти Какое-то новое Неизведанное Непонятно куда Непонятно зачем За какими-то высшими идеями Непонятными Ну здесь Надежный кусок мяса А? Кого-то же она не отпустила Кого-то же она не отпустила Только пятая часть Чувствуется Кто у нас Размеры каблука Ну поэтому Ну поэтому Да Только пятая часть Ну Есть Понимают Это в прямом смысле Я Я понимаю Это в бой Ну опять Не то что это не Отрицает одно другое Я вижу это В более переносном смысле Что Вот это Одна пятая души Вышла Только Только простая Только вера во Всевышнего Есть пять уровней души Мы же про это говорили Уже Целый год Про это говорим Да Есть Вот это вот Вера Да Вера И вера уже никогда не будет Вот то есть Вот этот уровень Он уже никогда не будет в рабстве Этим отличается Исход из Египта От всех остальных Потом снова попали в изгнание Но уже не на таком уровне На духовном уровне Настолько уже не попадут А все остальное Интуиция Разум Чувства Тем более Тем более Ну чувства человека Мы же Наши чувства Они в рабстве Или не в рабстве Как вы думаете Я понимаю мозгами Что нужно Нужно молиться Всевышнему А заставляю себя Просто через Не хочу Потому что А когда смотришь Какой-то фильм Или когда играешь Какой-нибудь Это Или когда Пойти покушать Хорошую Ложи Да что-то не надо С собой бороться И заставлять Что так Ну вот Это называется Чувство в рабстве Если бы вы Так же Как бежали Царь Давид говорит Я случайно Меня ноги Случайно Заводили В дом учения Если я пойду Случайно Я не туда Не в дом учения Зайду Точно Не будем здесь Говорить В какой дом Да Ну понимаете Это чувство Разумом А есть человек Который разум У него в рабстве Он разум не понимает А есть Который даже Вообще ничего не чувствует Но вера Она уже основная Она уже никогда В рабстве не будет Это вышло Одна пятая вышла Дальше Все остальные Четыре галута Отрабатываются Вот эти все Остальные уровни Так Так Удобнее Если мы скажем Так Я скажу Так Как минимум Удобнее объяснять Если мы скажем Что последнее Избавление Будет похоже на первое Не дай бог Мы же не хотим Чтобы тоже Одна пятая осталась Мы хотим Чтобы все вышли И желательно Безболезненно Да Я готов на изгнание Но желательно В июле И желательно В Крыму Да Чтобы безболезненно Машеха Но к сожалению Так не бывает Это всегда болезненно Другое дело Болезненно Это будет Здесь Мы здесь Это сделаем И здесь Этот переворот Этот ядерный взрыв А если мы не здесь И здесь его сделаем То Без стол Не будем продолжать Мы надеемся На хорошее А для этого Нам нужно Распространять Как можно больше Рассказывать Чтобы люди задумывались Зачем они Куда они И что они Спасибо за внимание